МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. На телеканале эфир хроника происшествий. Сразу две аварии с интервалом в несколько секунд с участием четырех легковых автомобилей произошли на улице Вахитова. В первом случае столкнулись BMW 5-й серии и Lada. Иномарка ехала первой, и в какой-то момент ее водитель сбросил скорость. На это не успел среагировать мужчина, управлявший 15-й, и врезался в BMW. Спустя мгновение, всего в нескольких метрах, произошло второе ДТП. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля Kia, увидев впереди столкновение двух машин, нажала на педаль тормоза. Она сумела остановить свою машину, но в следующее мгновение ее догнал внедорожник Mitsubishi. Все водители в один голос утверждают, что виной всему стала скользкая и засыпанная снегом дорога. Это одна из самых распространенных причин ДТП сегодня в Казани. Однако рекомендации увеличивать дистанцию при неудовлетворительных дорожных условиях никто не отменял. Кстати, это и будет зафиксировано в итоговых протоколах ДПС в отношении тех, кто ехал сзади. Другая авария с участием уже трех автомобилей, также связанная с плохими дорожными условиями, произошла на проспекте Победы в районе остановки Тектоник. В данном случае к скользкой проезжей части прибавилась излишняя торопливость водителя Мазды. Мужчина, который управлял японской иномаркой, неосмотрительно вырулил в соседний ряд движения, скорость которого была существенно ниже, чем в его ряду. В итоге Мазда не смогла вовремя замедлиться и врезалась сначала в ладу, а затем в кроссовер Хюнде. Владельцу Мазды за свою поспешность пришлось заплатить несколькими часами личного времени, необходимыми для оформления ДТП. А если у него отсутствует полис каска, то еще предстоит и серьезно потратиться на кузовной ремонт. Ранним утром с улицы Читаева на пульт дежурного пожарной охраны поступил тревожный вызов. Несколько нарядов службы были направлены к месту происшествия из-за короткого замыкания в электропроводке в одном из жилых домов. Уже через несколько минут расчеты были на месте, и техническая авария не успела превратиться в пожар. За действиями экстренных служб по ликвидации опасности наблюдала наша съемочная группа. Особенность двора в том, что пять домов по улице Читаева представляют собой одно целое, корпуса их не разделены. Если бы замыкание привело к пожару, то тушить огонь было бы очень сложно. Однако, к счастью, в этом случае пожарные сработали очень оперативно. В ходе устранения угрозы дом обесточили, но жильцов это нисколько не удивило и даже не побеспокоило. А у вас свет не включали? Выключили, да. А у вас это не удивило, разве? Удивило, но там и слышали. Похоже, ранним утром большинству жильцов было не до проблем. Со светом те, кто выходил в подъезд, ощутили запах гари, но значения этому не придали. К этому времени пожарные уже сделали свое дело и уехали, не потревожив никого из людей. Ну, конечно, странно, но я не в курсе, в чем дело. То есть запаха не ощутили никакого? Ощутил. В подъезде. А на данном этаже не знаете? Ну, на каком именно, не знаю. Кто именно сообщил о замыкании, сейчас неизвестно. Тем не менее, этот звонок, похоже, уберег жильцов дома от большой беды. Неосторожное маневрирование на скользкой дороге привело к сизированной аварии на дороге в поселках Дербышки. Это ДТП оказалось зафиксировано камерой видеорегистратора одного из участников движения. На записи отчетливо видно, как Лада 14-й модели на скорости, явно превышающей разумные в такой ситуации пределы, пытается маневрировать в плотном потоке транспорта и в итоге теряет управление. Столкнувшись с внедорожником, Лада после этого оказывается на встречной полосе и получает еще один удар. Из-за такой манеры езды пострадал сам же неосторожный водитель и пассажир, который находился в его машине. Кроме того, теперь ему грозит лишение прав за выезд на встречную полосу, да еще и придется крупно потратиться на возмещение ущерба другим участникам ДТП. Ведь выплаты по полису ОСАГО при таком серьезном столкновении, как правило, не покрывают полностью стоимость ремонта. Несколько десятков человек стали сегодня ранним утром участниками серьезной аварии в районе жилплощадки. Невнимательность водителя автобуса стала причиной ДТП на пересечении улиц Химиков и Беломорской. Выезжая со второстепенной дороги, городской транспорт не уступил дорогу Опелю. Несмотря на экстренное торможение, которое предприняли водители, аварии избежать не удалось. На месте происшествия побывал наш корреспондент. Он большой скорости, мог бы там остановиться, вот я его не видел. О скорости Опели ничего не известно. Впрочем, в этом случае это не имеет решающего значения, ведь улица Химиков, по которой ехал автобус, второстепенная, а значит, при повороте он должен был уступить дорогу. Он остановился, он видел меня прекрасно. Но в последний момент уже перед носом взял, тронулся. Но я уже без тормозов, если в лоб почину, я ушел влево. И вот отрикошетил меня уже на другую сторону. Со слов водителя автобуса, за рулем он уже более 20 лет. Тем более непонятно, почему, имея такой опыт, мужчина не только не обратил внимание на знак, но и не считал себя виноватым. Половина дороги уже, я выехал, он оттуда вылетел мне. И навстречу даже тормозы не дал. От удара у автобуса вырвало бампер. Опель пострадал более серьезно, несмотря на то, что его водитель приложил все усилия, чтобы уйти от аварии. Зеркало, крыло, дверь, стойка ушла, это заклинило вторую дверь. Люди, сидевшие в салоне автобуса, благополучно пересели на другой маршрут. Опель после аварии хоть и остался на ходу, но и на марке теперь потребуется серьезный кузовной ремонт. Ну и возвращаясь к погодным условиям, на фоне которых сегодня происходили ДТП. На улице маршала Чуйкова молодой человек, управлявший Тойотой Прадо, не рассчитал расстояние до впереди идущей машины и, чтобы не врезаться в нее, направил автомобиль в придорожный сугроб. Водитель рассчитывал, что снежный отвал погасит скорость и поможет остановить машину. Но тяжелый внедорожник пробил преграду, врезался в столб и задел припаркованную машину. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Это все, я прощаюсь до завтра.